Такси Пятигорск, Миноводово. Такси Пятигорск, все, поехали. Привет, друзья, меня зовут Михаил Ранкайнен, и вы смотрите мой поехавший тревел-блог. Я рассказывал о том, что плохого в Пятигорске, а в этом буду рассказывать о том, что же здесь хорошего. Поехали! В прошлом выпуске я рассказывал, что общественный транспорт в Пятигорске это полное говно. Да, это так, за исключением милого усколейного трамвайчика. Они просто охрененные. Я обожаю трамвайчики, а усколейные тем более. 19 рублей стоит проезд. Внутри он еще более милый, чуть туже, чем обычный, но ненамного. За трамвайчик Пятигорску однозначно лайк. Города с кошками гораздо круче, чем города без кошек. Если согласен, поставь лайк под этим видео, а я поставлю лайк Пятигорску, потому что это просто замечательное место для кота-туризма. Друзья, это восторг! Я дичайше люблю уличные таблички. В Пятигорске они буквально повсюду. Пусть в ужасном состоянии, но тем не менее они есть. Если будет воля городского руководства, их восстановить можно, и это будет отличной, просто восхитительной городской изюминкой. Пойду поищу еще другие. А, как круто! Я кто-то своими силами уже пытался восстанавливать. Их покрасить, ставить туда лампочку, и просто это будет шикарно, я считаю. А вот здесь даже лампочка есть. Интересно, она работает? Нороженое ему купите, а он ждет. Ты моя красота такая пушистая. Малыш кушает. Малыш кушает. Теперь это мой фед. Короче, вот видите пар? Я издалека шел, думал, это шашлык жарят, а сейчас вам покажу, что это на самом деле. Это пар от горячих источников. Они здесь повсюду бьют, прям как в Исландии. Больше, чем старые уличные таблички. Я, наверное, люблю только канатные дороги, и в Пятигорске такая есть. Прокатимся. Проезд стоит 360 рублей в обе стороны. Вот такой билетик. Пойдем на посадку. Смотрите, какая штука. Просто как будто из Советского Союза к нам приехала. И уходящие вдаль канаты прямо в туман. Давай, Петюня. Пройдите на посадку, где-нибудь подойдете и поедете. А тут есть дорога? Короче, приехали, а тут вот, смотрите. Вообще ничего не видно. Туман полный. Мы поднялись на самый верх горы Вашук. Вот такой вот вид должен быть. А на самом деле вот такой вот он сейчас. Ну, тоже неплохо, в принципе. Как следует из названия, Кавказские минеральные воды знамениты своими минеральными водами. Нарзан, Ессентуки. Все это можно попробовать здесь прямо из земли. Над источниками возведены такие здания, которые называются бюветы. И сейчас я пойду в один из бюветов, чтобы узнать, отличается ли вода в нем от той, что после продается в бутылках. Нужно попить стаканчик за 2 рубля. Хотя можно, наверное, прийти и со своим, верно? Могу я прийти со своим? И вы у меня не выгодите? Нет. Вода бесплатная же. Вода бесплатная. А что здесь есть? Какая вода? Сейчас я пойду пробовать самый ядреный, по словам работников, сероводородный источник, у которого даже нет названия, он называется номер 2. Этот же источник, из этого же источника, пил Михаил Юрьевич Лермонтов. И сейчас буду пить я. Потом, возможно, поеду на дуэль. Так-так-так. Итак, источник номер 2. Сероводородный, самый ядреный. Сейчас мы будем его пробовать. Пахнет, как у моего дедушки в туалете, в деревне. Я не знаю, стоит ли это пробовать. О, господи. В общем, это... Вот, я думаю, что в выгребной яме у дедушки примерно то же самое, но я понимаю, что это полезно, поэтому я допью его. Оно, знаете, еще такое немного газированное, будто забродило. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Если я пропустил что-то интересное в Пятигорске, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда и отсниму. Подпишись, чтобы не пропустить. Вот прям где я показываю. Наведи и подпишись. Ну, я жду. Спасибо. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok